Секс. Возвращение в мир Матрицы. Это третья серия, перед началом которой давайте проверим наши новые полученные способности. Это, во-первых, удар от стены. И супер удар от стены, который выглядит вот таким образом. Но, как мы уже выяснили, эти удары можно производить не только от стены, но также в обычном прыжке. Продолжение следует... Продолжение следует... Every single man or woman who has stood their ground, everyone who has fought an agent, has died. Продолжение следует... Help! But where they have failed, you will succeed. How did you do that? Do what? Why you're here. Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. So you're here to save the world. Why, oh why, didn't I take the blue pill? I'm not the one. And... I know. Morpheus believes in you, Neo. He believes it so blindly, that he's going to sacrifice his life to save yours. Итак, мы посетили Пифию, от этого посещения у нас осталось больше вопросов, нежели ответов, и после предательства Сайфера попали в ловушку. Так, новая высокая степень самоконтроля, а безоруживания. Можем лишать противника оружия. Итак, давайте попытаемся сейчас использовать эту возможность обеззаруживания противника. Ну, вот так вот это выглядит. Теперь у нас есть два пистолета. Ну, как видите, по-прежнему не очень с огнестрелом здесь, и лучше в старой доброй традиции кунг-фу раздавать всех, всем люля. Ну, в общем, после предательства Сайфера мы попали в ловушку, в которой матрица постепенно блокирует нам пути и отрезает от наших компаньонов, которых мы должны найти и выбраться из этого здания. Поскольку здесь более ничего такого интересного происходить не будет, вы можете, собственно, все самое интересное видеть на экране, без всяких моих комментариев, давайте поговорим о теологическом наполнении фильма «Матрица». В прошлой серии мы говорили о философском наполнении, а в этой давайте окунемся в теологию, ну и начнем, конечно же, с близкого нам христианства. Так вот, фильм наполнен как явными, так и едва заметными христианскими идеями. Наиболее очевидна, конечно же, эта тема спасителя. В Евангелии обещанным мессией является Иисус, тот, который должен прийти. В фильме Нео играет роль единственного спасителя, пришествие которого предрекал Оракул. Кроме того, Нео, по-английски, да? Нео, это анаграмма от слова «one», что может переводиться на русский с английского в одном из вариантов как «единственный». Кроме того, по-гречески «нео» означает «новый», то есть синоним слова «new». Неокон, да? И это также подчеркивает важность новой жизни, для которой воскресает Нео и которую, по предположению создателей фильма, он должен сделать возможной для всех остальных людей. Ну, я имею в виду, конечно же, первую часть фильма. Сейчас все, что мы обсуждаем, я применяю исключительно к первой части фильма. Кстати, здесь нам подсказали, что мы можем использовать окружающие нацпредметы, я вижу тут газовый баллончик и многие огнетушители на стене, поэтому тут крайне-крайне я пытаюсь осторожно действовать, чтобы не подорваться. Идем дальше про теологию. Имя – Томас Андерсон. Очевидно, только усиливает... Ох, посмотрите, как далеко нас, кстати, достал этот взрыв из газового баллона. На каком расстоянии. Мы достигли более высокой степени самоконтроля и теперь комбо из пяти ударов. И совет последним ударом бросать противника в воздух. Смотрите, как смешно завис труп этого полицейского. Кстати, видите, какая-никакая здесь физика есть. Ну, физика была еще, правда, конечно, в первом Акспейне, а во втором она достигла вообще потрясающих высот по тому времени. Ну, здесь вот тоже, видите, можно использовать этот труп как бойцовскую грушу. Так, вернемся, пожалуй, к теологии. Имя Томас Андерсон только увеличивает сходство с Христом. Имя и фамилия имеют очевидный христианский подтекст. Во-первых, значит, подобно Томасу неверующим, а Томас неверующий, аналог этому человеку в православии, конечно же, является Фома неверующим. Так вот, подобно Томасу неверующему, с сомнением, относящемуся к воскресению Иисуса из мертвых, Нео сомневается в нереальности Матрицы, в своих способностях и в том, что он единственный, ну или избранный. А фамилия Андерсон, то есть сын Андрея, восходит к греческому корню Андер, что переводится как человек. Таким образом, этимологически, Андерсон означает сын человеческий, как часто назвал себя Иисус Христос. Далее, в самом начале фильма Нео буквально называет Иисусом Христос, Христосом, когда, принимая из его рук нелегальное по, его знакомый, по-моему, чего его звали, да, говорит, Аллилуйя, ты мой спаситель, приятель, ты мой личный Иисус Христос. Согласитесь, намек более чем прозрачный. История Нео во многом перекликается с жизнью Иисуса. Ну, возьмем, например, непорочное зачатие. В момент освобождения из Матрицы Нео обнаруживает, что находится в таком, похожем на материнское лоно Эзеруаре. Избавляется от кабелей, которые можно аналогию провести с пуповиной, и скользит вниз по трубе, которая может символизировать подобие родового пути. Так, так как в захваченном машинном мире люди не рождаются, а выращиваются, то пробуждение Нео и его появление на свет можно действительно назвать непорочным. Далее, Иисус был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. Нео трижды окунается в воду после скольжения по трубе, если вы помните. Так, ну, теперь с начала фильма переместимся в конец. Подобно Иисусу воскрешен на третий день после смерти, Нео воскресает после поцелуя Тринити. Ну, Тринити, что переводится, конечно же, как Троица. Это очевидно. Незатолго до смерти Иисус преобразился в тремя своими апостолами, его лицо и одежды, по их записям, засияли белым светом. После победы над агентом Смитом, Нео также физически излучает свет. Подобно Кресту, после завершения земной миссии, который вознесся на небеса, в финальной сцене, если вы помните, фильма Нео летит по небу. Очевидно, сходство Сайфера, предыдущего свою команду с апостолом Иудой, предавшим Христа. Ну, и вообще, в принципе, весь поход к Пифе это аналогия Тайной Вечери, по моему мнению. То есть, сначала члены экипажа завтракают, затем происходит предательство Сайфера, арест Морфеуса и гибель четырех, по-моему, членов экипажа. Тут, обратите внимание, сейчас немножечко отличаемся от теологии, я проверю эти двери. Мы встречаемся с новым врагом, но который мы видели, конечно же, в первой сцене игры, где пробовали наши силы. Ну, а так вот, мы их еще не встречали. Это... спецназ. Что-то вроде группы особого реагирования. Они намного толще полицейских, видите, и нам-то вот... Только после тысячи ударов они умирают с одного комбо. Другие же комбо для них не смертельны. На этом уровне сложности. На легком, конечно же, смертельны. И вернемся тогда к теологии. Значит, о чем еще необходимо сказать? В фильме «Последний город, принадлежащий людям», носит название «Зион». В Верхнем Завете «Зион» является поэтическим и как бы религиозно преобразованным названием Иерусалима. Ну, а в христианской литературе словом «Зион» часто обозначают небеса. Принь для душ праведников. Корабль, на котором оказался Нео, капитаном которого является Морфеус, носит название «Навахудоносор». «Навахудоносор» — это вавилонский царь, которому приснился сон. Он его не запомнил, но все пытается узнать, что же тот означает. Кстати, эту цитату, если помните, приводит Морфеус во второй части «Матрицы», когда «Навахудоносор» был уничтожен машинами. Стоит также обратить внимание на надпись на борту корабля. Там написано, значит, по-английски «Марк», «Третья рибская», номер 11. Ну и далее «Навахудоносор», «Made in USA», по-моему, 2069 год. Так вот, «Марк 3», номер 11, очень похоже, что является намеком на 11 стих, третья глава Евангелия от Марка. Стих звучит так. «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!»» Ну, думаю, очень много мы нашли от перекрещений с христианством, и это только в первой части. Если брать вторую и третью, их там больше, но я думаю, пока мы этого не будем касаться. Вот так, для затравки я вам скажу, что когда Нео прибыл в Зион, его встречали с хлебом, и просили спасти своих сыновей. Ну, и когда в конце на умирает, он умирает, как будто распятый на кресте. Ладно, не будем этого касаться. Нас будет еще время обсудить вторые и третьи части. Кстати, я вот сейчас хочу сказать, так вот, немножко забегая опять-таки вперед, я хотел это чуть позже объяснить, так тоже, немножко для затравки, что, конечно же, первая часть на голову выше второй и третьей, и очень похоже, что она была, изначально задумывалась, как самодостаточная. Это сейчас братья говорят, что они вроде трилогию придумывали. Ну, не сейчас, а позже того. Позже того, как они решили выпустить вторую и третью части. Но по мне, так первая очень вполне смотрится самодостаточной. Тем временем, давайте вернемся к игру. Мы встретили одного из наших соратника, Апока. Кстати, что, его имя, скорее всего, является сокращенным от апокалипсиса. Ладно, не будем об этом. Хватит, это уже будет чересчур. И разделаемся с последней группой врагов. Апок стоит, как замороженный, конечно. От него толку мало. Давайте мы сделаем за него всю работу. Что такое? Неуловимый Джо, иди сюда. Блин. Подорвался на огнетушителе. Ну что ж, нашли своих друзей, надо понимать? Нет, но мы нашли гранатомет. Очень хорошая точность. Урон крайне высокий. Совет? Очень мощное оружие, но будьте аккуратны. Это понятно. Тут нам рассказывается, что мы можем менять оружие, можем выкидывать ненужное. Так, ну давайте, наверное, от греха подальше уберем. Гранатомет, серктивные ячейки. О! Все наши в сборе. Так, этот уровень пройден. Посмотрим. Может, нас уже чем-то вознаградят за это. Да, смотрите, у нас одна способность, которую мы должны выбрать, куда потратить. А кроме того, мы выучили обезоружение. Что и было мной продемонстрировано, только не с винтовкой, а с пистолетом. Так, куда же мы можем ложиться? Давайте поднимемся на уровень выше. Ага, вот, видите? Две такие с белым контуром способности. Ну, кроме того, мы изучили комбо из пяти ударов в процессе игры, это понятно. Но нас больше интересуют вот эти две с белым контуром способности. Первая. Давайте посмотрим, может, еще что-то есть. Нет, ничего нет. Значит, только две возможности мы можем выучить. Значит, первая, это обезоружение с уровнем номер два. Ну, то есть, Нейо не только вырывает оружие из рук врага, но еще и стреляет из него. А вторая способность, это удар от стены уровня два. Ну, конечно, это более предпочтительно, потому что стрелять во врагов, ну, это бестолк. Уберем эту способность. Где они? Они на стены. Это ангент! Вы не можете оставить его! Вы должны! Ну что ж, Морфиус пожертвовал собой ради нашего спасения, и благодаря ему мы выбрались из здания и оказались в подземном лабиринте или же коллизации. Так, тут все закрыто. И АПОК нам подсказывает, что бы я даже и не пробовал использовать гранатомет. Да я бы в любом случае стал использовать, потому что повредил бы тогда... Навредил бы своим друзьям. Так, и за нами отправили в погоню спецназ. Давайте пока разберемся с ними, а дальше, я думаю, будет понятно, что дальше делать. И у меня тут сходу получается комбо на троих. Кстати, видите, она не является смертельным ни для одного из подвержившихся этой атаки спецназовцев. Вот такие они толстые ребята. Это вам не китайцы с японцами. Немножко тут пословнее, действительно. Вот хотел применить удар от стены уровня 2, но не вышло. Не получилось за ноги схватить. Так, мы нашли взрывчатку. Мощный взрыв незаменим при засаде или при необходимости разрушить конструкцию. Давайте сменим оружие. Э, нет, пистолет нам зачем? Давайте пистолет-пулемет оставим. Вот. Таким образом у нас... Хорошо, я постараюсь. Ну, хочешь, возьми сама заменю. Ну, такая. Так, надо идти подальше и... Бум! Хм, работает. У меня вот только один вопрос. А зачем спецназ сносит с собой С-4? Для каких таких целей? Дурота какая-то. Ну, ладно. Главное, что нам она пригодилась. В общем, и как видите, я по-прежнему не хочу использовать огне снял. Мне очень удобно и комфортно. Э, блин, почему отлично когда я нахожу какое-то новое оружие или оружие во вторую руку и переключаемся? Так вот, по-прежнему мне очень комфортно с конкурсом. Что дальше делать? Опять заручатка. Нео, тебе нужно получить дедпак на эту поддержку. Я тебя поверю. Э, ну, не то, чтобы это выглядело логично, для чего мы это должны сделать? Ладно. Раз нам Триньки так сказал, давайте сделаем. Так, ну, разнесли канализацию и что? А, теперь мы туда наверх можем подняться. А так не могли, да? Ну, ладно, какой-никакой смысл в этом пусть есть. Нас там даже хвалят. То есть, мы потихонечку завоевываем доверие. Показывая наше крутое канфу. А тут смотрите, как мы применили какую способность. Два подряд комбо на одном человеке и буквально его просто в клочья порвали. Ну, правда, он после первого комбо был мертв, потому что так он был тысяч ударов, но неважно. Красота прежде всего. Как я уже говорил, я вот считаю это грудистым таким файтингом для эстетов. Тут очень можно красиво подобрать сочетание комбо. Будут смотреться они хуже фильма. Так, надо валить, что ли? А зачем нам там взручатку дали? Так, не понял. А, да, правильно нас предупредили. Ну, ладно. Лишняя взручатка оказалась. Не бывает так. Пока я конечно добегаю на спецназа много выхваток, мне тебе занятление не так уж не было. В принципе, я просто пытался подобежать без уклонений и занятлений это бы было да. Вот, сейчас у меня прошел удар от стены уровня 2 и кое-кто неплохо от него выхватил. Ну, как вы сами понимаете, этот уровень абсолютно выдуман полностью и в целом для игры. Его в фильме, конечно же, не было. Так, опять на бис надо повторить. Ну, давайте же это сделаем. это что такое еще? Нормально. Ну, ладно, давайте тогда проверим, как работает гранатомет. Разберемся с нашими недругами. Наши соратники говорят подождать, пока они ко мне найдут другой путь и тут появляется агент. Так, я вот хочу бы, конечно, применить на нем гранатомет, но он так близко ко мне, что я очень даже не уверен, что не задену себя. ладно, давайте пока рукопашку попробуем. Ну, мы еще очень слабы, конечно, страшновато с агентом драться. Попался на комбо тысяча ударов. Эх, чуть-чуть бы и докатился до пропасти, но давайте ему таким образом поможем. Что случилось? И он опять появляется. На тебе еще. И у нас закончились гранаты для гранатомета. Так, надо очень аккуратно, чтобы не активировать взрывчатку. Давайте попробуем, как он будет уклоняться от пуль. Блин, он мало того, что уклоняется, он еще и находит время в ответ к нам стрелять. Нет, так не пойдет, надо все-таки конфу демонстрировать. Еще самому не упасть в пропасть. Мы-то как агенты обратно не заберемся. Это будет концом игры. Блин, да что ж такое, посмотри. А, попался. На тебе еще тысячу ударов. Отлично, полетай. Так, ну где мои компаньоны, ребята? А мне тут жарко уже становится. пирогов. Ну-ка. Ну-ка. Ах, черт, не улетел, жалко. Ну-ка, на тебе сосредоточенный удар. От него не отлетел, надо срочно отскакивать назад, пока он не очнулся. Три нити, ну где вы, вас черти носят? а где 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 откуда вижу вижу и смотрите что получается мы для агента не являемся первостепенной целью как только появились люди он отвлекся на них начал стрелять по ним и забыл про нас то есть это значит что на данном этапе игры или фильма и вообще вселенной матрицы мы еще не являемся чем-то таким первоочередным для агентов они гораздо более охотно хотят убить три недель там опока или switch нежели нас ну что же свитч сказала что ну да возможно вы знаете камфу вот так вот быстро мы набираем популярность среди наших новых друзей демонстрируя конечно же крутые боевые способности очередная решетка которую надо подорвать давайте это сделаем вот таком красивом прыжке так ну когда уже закончится катализационные туннели опять спецназ давайте раскидаем хотел опять прыжок от стены удар от стены второго уровня продемонстрировать но что-то не вышло стены такие полукруглые от них не очень хорошо отпрыгивать знаете а вот еще один очень крутой прием это опять ударов на маус 1 затем комбо и затем 2 то есть практически три комбо одновременно они превращают спецназов то просто в кучку пыли принципе их достаточно даже чтобы более сильно противника уничтожить мы достигли более высокой степени сама контроля и нам дается соцелеточенный воздушный бросок ну что ж неплохо особенно здесь принципе где низкие потолки так взрывчатка есть есть давайте использовать смотрите как трупы кстати отлетели от взрывов прикольно так тут мешков по навалил засада вот здесь и видите провалился была возможность использовать двойной комбо но она провалилась а тут я использовал комбо на троих но без фокуса и вот так у нас стрёмно выглядела ну пусть и стрёмно но эффективно по крайней мере на какое-то время она отвлекает троих врагов от нас так звучат к там есть опок заслонил мне и так сюда нам надо судя по всему очередная решетка взрывается ох я зацепил по моему друзей да смотрите них по чуть-чуть здоровье отнялось и у нас тоже довольно таки сильная взрывчатка да конечно не буду это обстоятельства прикрывать я как всегда кинуть событий два удара и это намного быстрее чем всякий комбо в принципе тоже нормально все со всеми свечи ты чё там валяешься так ну где же выход так тут какое-то разветвление а наши друзья подсказывают что это справа ну давайте разберемся со спецназом только потом анализации чтобы нам в спину не прилетела так все все не все вроде закончилась стрельба так нам туда надо до лестница ведущая на улицу ну что ж неужели мы выбрались да мы выбрались и на этом я думаю эту серию пора заканчивать а вам я желаю все самого доброго